Собрали команду, в час 15 выехали, в час 20 мы уже были на пожаре. Здесь недалеко районная больница. Вероятно, оттуда ночью в лесхоз и поступил звонок о пожаре. Огонь потушили за полчаса, поэтому 80-летний лес особо не пострадал. К внештатным ситуациям ельские лесники готовы. В последние годы серьёзно обновили технику. Во всех лесничествах установили цифровые радиостанции и видеонаблюдение. Искусственный интеллект находит задымление эффективнее, чем дежурные на наблюдательных вышках. Камеры, которые установлены на пяти мобильных вышках Ельского района на высоте 72 метра. Эти камеры имеют круговой видеообзор и интеллектуальный поиск дымовых точек и пожаров. Территория Ельского лесхоза охватывает 71 километр границы с Украиной. Местная охрана должна быть бдительной вдвойне при необходимости сдерживать огонь, идущий с юга. В этом году здесь планируют расширить противопожарную полосу вдоль границы для безопасности. Кстати, на выходных наше лесничество держали удар с восточного фланга. Выезжали на место пожаров при граниче в Добружском районе. И предупредили о возгорании коллег из Брянска. Больше месяца белорусские лесники сражаются с огнём. Всего по стране в массивах обнаружено 260 возгораний. Пока пострадало более 160 гектаров леса. В большинстве районов Беларуси объявлен пятый максимальный уровень пожароопасности. Лесная охрана дежурит круглосуточно и держит связь со спасателями. В Центре оперативного реагирования областного управления МЧС есть своя система наблюдения за пожарами. В отличие от лесной, она реагирует не на дым, а на тепло. Летают спутники, запускаются, следят за температурой Земли. И при превышении температурных параметров высвечивается кружочек, красная точка, тепловая аномалия. При появлении такого сигнала спасатели выезжают на место для проверки. В режиме 24 на 7 подразделения МЧС, а также лесохозяйственные учреждения, осуществляют мониторинг по пожароопасной ситуации в лесных массивах. Производятся комплексные мероприятия, которые позволяют на ранней стадии выявить пожар и минимизировать ущерб. Сберечь зеленое богатство Беларуси возможно только общими усилиями. Нести ответственность должны как спецслужбы, так и люди. По статистике, практически во всех лесных пожарах виноват человек. Преломить эту негативную тенденцию можно лишь осознанным поведением каждого. Анна Корольчук, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.